В Крыму официально открыт всероссийский памятник живой природы дуб Суворова. Произрастает из полин растительного царства в селе Яблочное Белогорского района. По легенде, в 1777 году под могучим дубом отдыхал сам генералиссимус Суворов, после чего он успешно провел переговоры с представителями турецкого султана незадолго до присоединения Крыма к Российской империи. На торжественное открытие из Москвы приехала делегация в составе представителей Совета по сохранению природного наследия наций в Совете Федерации, Всероссийской программы «Деревья-памятники живой природы» и НПСА «Здоровый лес». Открывая мероприятие, заместитель министра экологии природных ресурсов Республики Крым Наталья Сологуб отметила важность происходящего события в завершении объявленного президентом России Года экологии. Огромная благодарность выражаю Совету Федерации за то, что они нашли время, приехали к нам и сегодня официально засвидетельствуют тот факт, что данный объект внесен в национальный реестр памятных деревьев. В ответном слове сопредседатель Совета по сохранению природного наследия наций в Совете Федерации Владимир Зотов поблагодарил руководство Республики за заботу о старовозрастных деревьях Крыма. Председатель Северционной комиссии Всероссийской программы «Деревья-памятники живой природы» президент НПСА «Здоровый лес» Сергей Пальчиков рассказал собравшимся о Всероссийской программе, в рамках которой исторический дуб получил высокий статус, и вручил руководству Республики сертификаты, подтверждающие статус дуба Суворова и еще одного дерева, получившего статус памятника живой природы всероссийского значения, знаменитого ореха грецкого из долины привидений горного массива Демирджи, героя фильма «Кавказская пленница». Также Наталье Сологуб был передан переходящий символ эстафеты «Деревья-памятники живой природы-2017» и памятная доска с изображением символа эстафеты, говорящей о том, что программа была на Крымской земле в 2017 году. Директору Государственного управления особо охраняемых природных территорий Республики Крым Юрию Труфанову были переданы подробные отчеты об обследовании обоих деревьев с рекомендациями по уходу за раритетами и недавно изданный справочник Европейского совета по уходу за деревьями на русском языке. От имени членов селекционной комиссии программы я хочу сказать большие слова благодарности за то, что вы делаете в интересах сохранения природы родного края. На мероприятии выступили представители эко-движений, краеведы, прозвучали патриотические стихи. Давайте-ка навек объединимся, давайте сохраним наши души вместе, тогда и на земле мы сами соберемся. Завершая торжественное мероприятие, под аплодисменты собравшихся была открыта информационная табличка, установленная у дерева с указанием названия дерева и его описания. Гости из Москвы ответили на вопросы журналистов. Завершило мероприятие коллективное фотографирование на память о прошедшем мероприятии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова